уважаемые дамы и господа сегодня в нашем прямом эфире на или давыдова или давыдова человек с которым я знаком заочно с 2013 года и буквально да по моему инстаграм сегодня глючит глючит и очень сильно так мы так ожидаем ахо привет да слушай ну вот сейчас ты уже не говоришь как робот я рад я рад слушать я рад что у нас получилось вроде как у тебя картинка тоже хорошая отлично а чтобы пиксели собирались сразу так на месте ты имеешь ввиду чтобы не метешить слушай ну я рад тебя видеть на самом деле ты в курсе что мы знакомы с 2013 года заочно ни разу с тобой не разговаривали не общались конечно в курсе но только я пусть и чтобы с тобой разговаривали у меня другая реальность и мы с тобой общались и общались по поводу рекламу реклама дома с тобой общались нам по-моему переписывались или прямо общались ну созванивались ну вообще да просто видишь как прикольно все получается 2013 года знакомы потом 2017 год я узнаю о сергея далматую и тут смотрю что ты являешься ученицей что еще больше настраивать на волну общения уже в преподавателем университета преподавателем него ты слушай классно а сейчас ты являешься преподавателем который был первый первый и ушел круто слушай такой знаешь дежурный вопрос такой журналистки но тем не менее который задается в самом самом начале чтобы наладить но коммуникацию и чтобы люди которые нас смотрят вот в чате чтобы они ну тоже поняли о чем идет речь вообще как ты себя характеризуешь вообще кто ты что ты расскажи немного о себе такие водные дай пожалуйста как ты ну знаешь если сузить еще более потому что сейчас начнешь самого рождения хотя не исключено вот в 2017 год вот что послужило таким знаешь вот щелчком когда ты подарила свой бизнес по яндекс директу другому человеку и пошла совершенно по другому пути расскажи что было вот под правным вот этим моментом таким щелчком поведай пожалуйста но я уже год думала прежде чем встретиться с сергеем я уже год думала как бы его подарить то есть это было не спонтанное решение вдруг я взяла и приняла я просто находясь в университете физики создания где мы там были на баре в черногоре пофига важно вот там путешествие до сих пор я просто решила что нафига он не нужен если я ему уже не занимаюсь год мне просто пришло время опомниться и подарить его он уже не надоел ну блин задолго до всего это хорошо это понятно ну ты и то есть отдала что вот послужило именно тем что ты вот собралась и поехала туда я как-то была у чермена дзотова на встрече в москве без туз тусовка предпринимателей и он только вернулся от сергея из черногории он был там вместе там с одной девочкой и он на сцене говорит блин был у сергей долматова это его первый вообще курс ну до этого у долматова не было ни курсов ничего там было только лена алтынкова как ну они там вместе короче решали друг другу проблемы вот и чермен такой говорит я блин там вообще офигел ничего не смог объяснить и вышла и ладно перед а я научилась любить я бросаю на следующий день должна была улететь европу тур я говорю не поеду я в тур поеду я в черногорию туда черногорию мне лена там говорит что китай короче 2000 евро и прилетай у нас курс через два дня новый будет ну то есть второй на первом чермен вот я и тут же перевожу 2000 евро и беру билеты и на следующий день лечу черногория короче это просто спонтанно потому что мне понравилось девочка передала вот этот посыл что я научилась любить а я тоже хочу процесс да это был такой процесс просто задавалась я вопросом что такое любовь последние там нацать лет несколько десятков лет и этот вопрос всегда был в моей голове и я всегда рискованно кидалась в опыт с головой лишь бы изучить эту тему и я занималась там 15 лет эзотерикой всякими практиками ну то есть как бы все это было не случайно через что ты прошла не случайно я плане у меня какая-то новая книжка новая практика энергии там не знаю с детства я по-моему гадала логи занималась чем только не занималась вот а потом мне понравилась тема сергея что он вообще не стал ни о чем говорить когда приехала он просто сказал то что блин вы знаете что все ваши техники полная мура но все это внешнее а вот если вы сейчас посмотрите на ваши техники на библию на любые учения они все об одном и том же но только нужно смотреть из позиции внутри то есть используйте все эти техники используйте все что хотите но только не извне на них смотрите что они вам помогают эти техники а вы их создаете и это продукт вашего сознания и все и вот это вот то что он мне объяснил ну перевернула мой мозг и в течение года я не просто путешествовала потому что пока это была компашка но ничего нового за этот год я там не узнала поэтому я поняла что мне нужно расти дальше через год я просто свалилась сказала больше не с ними но мне не интересно целый год одно и тоже из пустого порожья но одно и то же не никакой новой я поняла что мне нужно отделиться идти своим путем и вот уже как второй год я вообще в другой сфере у нас сергей вообще никак не совпадает то есть другая сфера где-то значит я упустил этот момент ну то есть какая сфера какая он с духа заходит с отца небесного заходит там причастие делает и так далее у меня вообще такого близко нет ну вот расскажи пожалуйста вкратце вот о своей методике вообще чем она отличается ну ты уже объяснила сергееву методику скажи пожалуйста в чем твоя заключается ну если можно вкратце так я бог когда ничего не знаю у меня нет ничего не интересно понаблюдать что будет следующим секунду здесь сейчас я бог меня нигде нет кроме здесь сейчас никогда нет и вообще весь мир это иллюзия моя матрица голограмма которая показывает мне образы это уплотненная форма моих собственных чувств скажи пожалуйста ты по образованию физик или у тебя у тебя какое образование техническое элементарное я почему я сейчас предупреждает ответ я почему спрашиваю потому что у тебя такие профессиональные термины проскальзывают вот и поэтому я спросил у тебя потому что некоторые вещи которые объясняют люди там знаешь вот ну как бы пространно там типа любовь там приятие там вот это все то есть ты более технически как то сейчас но у меня экономическое образование потом художественное дизайнерское образование ну ну мне кажется мысль потеряла короче я ничего не знаю где то что просто творится из точки здесь сейчас поэтому у меня наверное все образование этого мира каждый клетка моего тела каждый человек ну то есть я бог во всем и я самосознающая клеточка бога и как бы каждая клетка каждое знание каждое образование все мое все есть во мне и очень легко через телепатию считывать информацию свою собственную через других своих лет через других людей через карты и поэтому я уже не знаю что насчет терминов образование потому что эту информацию получаешь постоянно каждую ночь в башке информацию которую ты получаешь ты как-то фиксируешь либо просто она пришла ушла там где-то на подсознание отложилась если она тебе уже неосознанно помогает фиксирую всю информацию потому что если на нее обратила внимание то она сфиксировалась если я не обратила внимание но она и прошла мимо меня незаметно в том что мы все каждый день считываем каждую секунду вот здесь сейчас мы считываем всю информацию мироздания которая через нас происходит просто огромным потоком вся эта информация всех людей она у нас одновременно находится но те шаблоны том наше мышление наш ум который заточен на определенное видение он выхватывает из этого потока огромного только определенные вещи на которые ты сейчас готов обратить внимание вот это естественно я выхватываю свое внимание фиксирую это короче если у меня есть желание что-то считать какую-то информацию мне просто нужно с интересом захотите ее читать я и считываю то есть любую информацию можно с камня считать сколько времени здесь там лежит можно с ручки и узнать там кто ее создал убедить лица этих людей которые там ее раскрашивали механизмы в каком году то есть вообще считать любую информацию куда наш взгляд направлен и и эта информация потому что есть ну получается в каждой нашей клеточке короче мой последний фильм был такой ну наше тело да состоит из системы определенной система уплотненная форма наших чувств в этой системе ум этой системой управлял и клеточки там по уму там жили а сейчас каждая клетка начинается самоосознаваться и теперь уму не нужно руководить каждой клеткой тела потому что тело оно уже все знает ну без ума то есть не нужно включать ум чтобы понять как там себя вылечить или еще что то если ты по импульту сделаешь ну каждая клетка уже в курсе как жить вечно ну у нашего тела ум просто мешает точно так же это микро уровень на макро уровне каждый человек сам осознающий знает уже ну все обо всем а раньше вот как будто в матрице что ли наше коллективное сознание управляло этим человеком ну то есть человек был не осознанный сейчас это коллективное сознание только ну начинает переставиться для того чтобы упростить нель нелли ты немножко зависла нелли нелли не пропадай пожалуйста напишите пожалуйста это у меня зависло или у нелли зависло кто нибудь что нибудь напишите блин так нелли почему то выбросила выбросила из эфира так сейчас еще раз вот соединим да вижу ну почему то я себе сейчас устроила перезагрузку потому что я начала в потоке говорить у меня куча информации и хочется сразу все сказать одновременно это невозможно я заметил знаешь почему потому что у меня сразу много вопросов тебе появилось я не успевал их записывать сейчас вот чтобы тебе их выдать из твоего спича вот видимо это вот такая точка которая смотри ты там очень много сказала штук которые хотел бы тебе задать на чем фиксирует что ты говорил на чем внимание фиксирует что ну и можно считывать вот сейчас например по поводу денег сейчас люди заморочены до на их отсутствие либо на их ну как их можно получать вот и скажи пожалуйста вот как фиксироваться на этом моменте чтобы ну они приходили к тебе ну то есть ты говоришь ты информацию считаешь с камни можно там с камня с предмета вот вот людям интересна тема денег у меня сейчас каждый день выходит многосерийный сериал из 10 серий сегодня седьмая вчера седьмая серия вышла а сегодня я пропустила вот осталось три серии по поводу денег про деньги называется сериал и я там прям с азов соли рассказываю как эти деньги аккумулировать да аккумулировать дело в том что наш фокус внимания на недостатках то есть я хочу денег значит я фиксирую в данный момент здесь сейчас осознаю что у меня их нет мой фокус внимания на недостатки недостаток порождает недостаток достаток умножается то есть я себе говорю у меня нет денег я творец мое чувство недостатка в уплотненной форме показывает вот этот вот этот недостаток во вне то есть на переключиться можешь дать вот методику экспресс методику для слушателей для тех кто пришел в чат или это все-таки такая продолжительная продуктивная работа которой нужно уделять время это продолжительная продуктивная работа да но если в двух словах я отвечу на твой вопрос да нужно переключиться на то что у тебя есть дело в том что внешний мир если это иллюзия голограмма уплотненная форма твоих собственных чувств мы хотим на самом деле не денег а деньги нам нужны для того чтобы что-то купить стакан купить еду купить фломастеры купить а стакан нам нужен чтобы пить фломастеры нужны чтобы рисовать вот это нужно для того чтобы вас не все забивали с этой херней это мне купили я не пью так карты чтобы играть нам все нужно для того чтобы что для того чтобы что а затем что-то стоит еще что-то на самом деле если вы разложите эту матрешку то вы поймете что за каждым что-то лежат чувства которые мы хотим получить мы не стакан хотим мы пить хотим но мы не пить хотим мы хотим чувство насыщения мы не рисовать хотим мы хотим созерцать творчество мы не играть хотим мы хотим получить чувство вот это вот пытать эмоции да да правильно понимаю да 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 за каждым чего-то мы хотим стоит чувство мы испытываем недостаток чувств наш ум это офигенная классная штука это интерфейс как windows который между нашими программами нашими хотелками да и внешним миром создает очень классный коннект то есть наш ум берет букет чувств которые мы хотим получить и показывает нам в виде образа картинку голограммы и нам короче мы дальше себя не видим дальше своего носа нам кажется что мы стакан хотим но эту голограмму на самом деле мы хотим букет чувств вот стакан то уплотненная форма чувств вообще как каждая песчинка на планете уплотненная форма то есть плотность и сначала было все да бог он убедил разделил наделил назвал этим словом и так вот сотоком землю небо тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та я очень нелли я правильно понял что нам нужно идентифицировать и научиться определять те чувства которые у нас находятся здесь и сейчас каждое мгновение то есть отслеживать это все Те чувства и эмоции. Надо знать, что мы сейчас хотим чувствовать. Поэтому мы в желании смотрим, мы хотим любимого человека. А что стоит за этим любимым человеком? На самом деле там стоит очень много программ и шаблонов, и в том числе тех чувств, которые нам сейчас не достает. Нам не достает любить себе, потому что нас кто-то погладит, нам кто-то скажет, что он нас любит. Так что нужен молодой человек или женщина, для того, чтобы там помогало быть, вести. В общем, мы много чего хотим испытывать. И вот наше желание — это целый там букет. Но если вы поймёте, что за желанием букет этих чувств, а вы есть всё и все чувства внутри вас, тогда вы охрените от того, что не надо вам ждать внешней материальной действительности, чтобы эти чувства получить. Вы офигеете от того, что вы здесь сейчас все эти чувства можете воспроизвести. Но когда это чувство внутри вас никак не достает, это как достаток, когда вы его дали, он уплотняется во внешнюю форму, и вы это сразу получаете. То есть вы хотите деньги, посмотрите, что за ними стоит, дайте себе эти чувства. Они уплотняются в эту форму, и вы сразу получите эти деньги. Тема одного дня разобрать любой неизлечимый болень, денег, долгов и так далее на самом деле. Может быть, двух дней. Но если у кого создание совсем шаблонное, ну, неделю. Но это если взять человека, и он захочет действительно с этим разобраться, 99,9% людей не хотят выходить из своей лужи, не хотят разбираться со своими проблемами. Им это не надо. Они, ну, как бы, любят ныть. Вот их чувство нытья, это, ну, как бы, самый кайф для них сейчас. Да, и то есть они в этом варятся, они зациклены на этом, и дальше они просто не выходят. Поэтому эти эмоции, они, как бы, зациклены на том, что они получают в итоге. Правильно? Мы всегда встаем то, что хотим. Всегда весь проявленный мир, это все наши чувства, все наши эмоции, все, что мы в данный момент испытываем. Все структуры вокруг себя в пикселях и видим в уплотненной форме картинки. Слушай, ну, я знаешь, какую методику слышал и знаю о ней? То, что хотя бы несколько дней, хотя бы несколько дней нужно брать и записывать в тетрадку, ну, например, ставить на час таймер, через час брать тетрадку, и там вот выписаны эмоции уже заранее, и ты прямо напротив каждой, ну, как бы, пишешь и идентифицируешь, ты чувствуешь эту эмоцию в данный момент или нет. И потом через какое-то время, ну, допустим, через 21 день, ты уже автоматически будешь знать, какие чувства, эмоции ты испытываешь в данный момент. Потому что многие даже этого не понимают, что они испытывают вот в данный момент, здесь и сейчас. Да, это офигенная практика, которая возвращает тебя, во-первых, здесь и сейчас. Это единственное место, когда ты есть, когда твоя уникальная ценность проявляется здесь и сейчас. Только это единственный момент, когда ты можешь обратить на себя внимание, единственный момент любви к себе. И, ну, как бы, если ты заметил своё чувство, всё, это любовь к себе. Любовь – это уже поток, который всё сотворяет. Это офигенная практика, вот то, что ты сказал, потому что ты себя любишь, ты себя видишь, ты себя сознаёшь, ты есть, ты Бог. Это первое. Второе, да, ты тренируешь надверждение за собой, то есть когда ты записываешь, ты просто тренируешь, и через какое-то время это уже будет на автомате. Видеть себя, ну, чувствовать себя, потому что мы единственное хотим в этом мире себя чувствовать, потому что наше тело и создано для того, чтобы себя чувствовать. Это классная практика, вот. Все боляшки наши, все проблемы, всё-всё-всё вообще из-за того, что мы подавляем себе эти чувства. И вот классно, что ты говоришь, что надо записывать. Я, ну, за просто. Спасибо. Слушай, по поводу дикши. По поводу дикши. Я это не провожу, энергии нету, не существует, она безгранична, поэтому дикши я не делаю, делаю себя в движении сердца, но это телепатический сяк, просто я настраиваю человека на чувства другие, и всё. А, то есть он в какой-то момент осознаёт какие-то другие чувства, которые к ним приходят? Человеческий сейк, я настраиваюсь на него, да, чувствую, что он чувствует, потому что я настраиваю себя на себя, ну, как бы, осознавая во время этого телепатического сеанса, я осознаю его как себя, я чувствую свои, ну, блин, подавленные какие-то чувства, которые я себе подавила, но через него я их вижу, я эти чувства рассматриваю, а это чувства, как дуальные программы, ну, знаешь, Сергей рассказывает, там, дуальность, нужно трансформировать. Чувства точно так же. Мы разделили на дуальность, плохое чувство, хорошее чувство, злость там и радость, а это одно и то же, просто мы разделили. Я начинаю наблюдать, и человек меняет, ну, вообще, я через себя осознаю осознавание вот этого чувства по-другому, то есть он по-другому начинает чувствовать себя, а, естественно, чувства, они проявляются вовне, его злость, его агрессия, его какая-то хрень вообще, я не знаю, там много чего находится во время этого сеанса, трансформироваться, и поэтому эти чувства потом начинают проецироваться, ну, по-другому. Либо он транстировал в себе злость, ненависть, такой веселый лунный, хороший, после моего сеанса этот человек просто испытывает злость и ненависть очень долгое время, и это всё вылазит, но это, блин, процесс трансформации нужный, когда ему хреново становится. Ну, то есть, и к этому нужно относиться, спокойно, то, что это всё вылазит, просто, наверное, брать ответственность за эти чувства. Ну, да, конечно, это я всё объясняю, и на канале у меня прям вопрос-ответ такой длиннючий, надо переписать. Слушай, ну, у тебя сейчас есть какие-то курсы, программы, которые ты даёшь людям, группы? Да, у меня было очень много курсов, ну, у нас в Москве центр с Олей, где мы каждую субботу встречались вживую, в консультации в течение, там, недели, каждый день были, это вживую. Онлайн-то это бесконечно вообще каждый день не пишутся, у меня этих курсов всё время новых, там, каждую неделю много. Вот, а сейчас-то у нас самая информация, да, поэтому у меня сейчас два курса заканчивается, один по телепатии, второй просто закрытая группа моя была подвижу постоянным сеансом два раза в день. вот, сейчас это заканчивается, и я какой-то новый курс сделаю. Вот. В данный момент, ну, набора нет, будет набор, там, через неделю. Круто. Слушай, сколько стоят твои курсы? От 100 евро до 25 тысяч. Евро? Да. Ты относишься спокойно к этим цифрам вообще? Как ты ставила, вот, такую стоимость? Ну, 25 тысяч евро, 10 тысяч евро, это для тех, кто, блин, прошел вот эту вот планку своей бедноты в голове, потому что, блин, денег нету, когда вовне, долги, когда вовне, это определенное сознание. Те курсы по телепатии особенно, они, ну, как бы, человеку с его сознанием, который не может, ну, блин, у которого в голове такое большое недостаток всего и подавленных чувств, он не может сейчас телепатии заниматься, считывать информацию, потому что, ну, блин, ну, не заточено его сознание. И это планка, нормальная планка. Мне комфортно с человеком работать, когда мне платят такую сумму, я знаю, что он вкурит это 100%. Ну, вкурит. И в него зайдет. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты ведешь какую-то вот статистику, так как ты занималась Яндекс.Директом, наверняка ты ведешь вот тех, кто прошел через твои курсы, такая, знаешь, ну, у кого случаются чудеса в жизни, там, вот по обратной связи. Скажи, есть такие моменты? Оказывается на ежедневно, круглосуточно, у меня полный контакт, в контакте у меня есть группа «Творение реальницы», но я год туда не заходила и, может, полгода вообще не открывала. И там у меня очень много, ну, вот этих отзывов, обратной связи и так далее, можно почитать. Я сейчас стала обратную связь запихивать только на канал «Движение сердца», там у меня отзывы постоянно, там уже тысячные. И сделала недавно канал просто отзывы о моих мероприятиях, ну, там может быть тысяча отзывов. Ну, и то, я, честно говоря, когда-то прям, ну, прям кайфовала получать каждый день отзывы и закидывать, и закидывать, закидывать. Это настолько неинтересно стало, что в последнее время ну, просто перестала это делать, слишком много всего вот этого пишется. Мне уже не надо подтверждать свою ценность как самоценность, блин, я бесценный вообще бриллиант такой, что, блин, мне уже, ну, как бы, внешне вот это не рецепт. Короче, наигралась, с этим ты наигралась, да? Ну, да, ну, есть. Хоть я наигралась, я ничего не удаляла, все есть. Ну, круто. Слушай, ну, вернемся к нашей теме волшебства сегодняшнего. Вот как сделать, чтобы вот начались в жизни происходить какие-то волшебства? И второй вопрос, смотри, когда они начнут происходить, как к этому относиться вообще? Волшебство вчера случилось, оно случается в каждый момент времени, даже вот этот стакан, блин, такое волшебство, это, прикиньте, вы взяли из одного кварка, из которого состоит вся Вселенная, одновременно метнулись кабанчиком и уплотнили вот эту форму стакана, блин, ну, это же волшебство. Когда вы начнете видеть это волшебство, захотите это разглядеть, в каждой песчинке, тогда оно и появится, но не может оно появиться, когда оно вокруг нас настолько волшебное, все, вот, как сказать? Скажи, пожалуйста, а здесь элемент благодарности присутствует? Ты меня вообще понял, я тебя понял, я поэтому вот сейчас спросил, может быть, наведет тебя на какой-то определенной мысль, элемент благодарности здесь присутствует вообще, вот, за каждый момент, и за то, что ты видишь, осознаешь, и чувствуешь вокруг себя, ну, это как-то сопряженно? В то время, 24 часа в сутки даже во сне бывает, просыпаюсь из того, что, блин, нифига себе, я себя отблагодарила, ну, я все время себя отблагодарила, на самом деле, это у меня уже как-то на автоматизме, а других обязательно благодарить, они нарисованы в миг вам, все люди в моей вселенной, это проекция клеток моего головного мозга, мы все клеточки одного единого сознания, и поэтому, ну, что благодарить нарисованных муки-маусах, которых я наделяю своими собственными чувствами, которые в себе не хочу видеть, я их наделяю вокруг, поэтому не винить, не благодарить некого, кроме себя, ну, а винить для себя это тем более нет смысла, а вот благодарить кроме себя никого. Слушай, ну, это круто, я понимаю, на самом деле, о чем ты говоришь, но это вот сложно переключиться вот именно вектор вот этот переключить, потому что нас настолько в жизни все отвлекает внешне, вот, и мы уже себя порой идентифицируем с разными чувствами, и вот, которые не наши вообще, и мыслями, и предметами, и людьми, вот, и специальными статусами какими-то. это клеточка моего тела на разном уровне сознания, правильно, то есть кому-то легко заходят мои слова, кто-то только сейчас начинает догонять, спустя двух лет копани в этой теме, да, кто-то вообще смотрит Боже мой, что они там несут, какая любовь, надо деньги и семью кормить, ну, короче, у всех вот, ну, разные сознания, и я-то думаю, как ты сказал, да, наблюдать, чтобы чудеса, начать хотя бы первый шаг, возвращать себя здесь, сейчас, писать, наблюдать, многие говорят, как это возвращать себя здесь, сейчас, но не чувствую я здесь, сейчас, вы всегда находитесь в себе, но пытаетесь себя искать, то есть любой шаг к себе это уход от себя, то есть остановились просто и посмотрели, вот, вот мои руки, вот, вы их разглядываете, вот моя кофточка, вот эти очень классные зайцы, мои любимые, пижамка моя классная, то есть вы когда здесь сейчас находясь, видите и разглядываете себя, вы в этот момент всё здесь, а то есть я чувствую, вторым моментом начинаете задавать вопрос, я чувствую сейчас там гнев, но если вы его не давите, не гасите, не пытаетесь этот гнев на милость поменять, а просто наблюдаете, так, ну, не, я хочу в такой гнев, 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 пока вы за ним наблюдаете, вы понимаете, что гнев-то вообще нифига не гнев, и он трансформируется просто под наблюдением без ума и рассуждений, и тут начинаются чудеса, потому что внешний мир это уплотнённая форма нашего сознания, то есть уплотнённая форма наших чувств, вот всё, что я сейчас чувствую, то я и вижу в проекции, правда, самоподтверждающаяся, если вы не верите, просто проверьте, как проверите, так увидите, пока вы видите то, что вы знаете, а ещё третий шаг, это просыпаемся и говорим себе, просыпаемся не в плане утром, а здесь сейчас каждый раз, когда вы проснулись, говорите, я ничего не знаю, мне вот интересно понаблюдать, а как это будет по-другому, по-новому, но это и есть та движуха, та жизнь, тот рост, та эволюция, о которой мы всё время говорим, что есть жизнь, познание себя. Анонс же ты видела, да, который я сегодня запускал, вот, не видела? Перепост делала, слушай, да, в твоей реальности всё по-другому, я понимаю, мне понравились твои слова, я их выдернул из контекста, но тем не менее, о том, что каждый момент, когда ты получаешь опыт, ты от него отказываешься, и получается так, что ты живёшь в потоке всего нового, и тут ты начинаешь быть творцом, если ты зацикливаешь. Не отказываюсь, не в коем случае, представь, дерево, огромный ствол, корни уходят в глубину, а оно растёт вверх, распространяя там свои листочки, веточки, вот все мои знания, это мои корни, это мой ствол, это я себя в целости собираю, это всё я, зачем это отрицать, нет, просто вопрос, а как теперь ещё по-новому? Мы всегда знаем, мы в себе говорим, я знаю, что вот что деньги просто так приходят, или я знаю, что мой муж козёл, но он всегда был козлом, и он всегда мне это подтверждал, а я знаю, что мне на работе вот такая вот зарплата, я знаю, что я договор подписывала вот именно на такую зарплату, я знаю, что мне нужно на работу ходить со стальки до стальки, или я знаю, что ты ищница, понимаешь? Но если вы допустите себе мысль о том, что, а интересно, почему я взял, что я это знаю, почему я этот опыт всё время здравствуй грабли, повторяю, 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 потому что я знаю, поэтому я его повторяю, но если я допущу мысль, что я могу этого не знать, что этот опыт в меня устроился, а не посмотреть ли, как по-другому вкусу у ищницы, просто понапрят, то есть отказаться от старого опыта, от которого, ну зачем повторять, ну забыли, пойди в новый, и вы увидите, что молоко на вкус, блин, всегда равно вкуса, чай на вкус, вода всегда разного вкуса, запаса... То есть возвращается как раз таки вкус и детство, которое мы раньше думали, что это намного вкуснее было, а просто мы тогда вот именно как раз таки и испытывали каждый новый вкус, вернее, каждый определённый вкус всегда он, ну, был как новый, поэтому, а сейчас мы уже машинально всё делаем, Помнить себе ребёнка и разрешить себе не знать, и тыкать в окно и говорить, а что там за окно, что это, дедушка мне, ты ты ищешь по голове мне, Наня, мы каждый день уже год ездим и смотрим в это окно, на автобусе, ну что ты каждый раз спрашиваешь, это горы, это горы... Слушай, ну круто. Пупокик, он будет каждый день спрашивать и видеть эти горы по-новому, а вдруг у них название поменялось. Но если мы себе допускаем не знание вот это, то блин, и муж будет не козёл. Я привыкла к тому, что он получает определённую заплату, идёт их тратить, там, выигры проигрывает, а потом ещё квасит с друзьями и вообще не приходит домой, а пьяный там через неделю возвращается. Вот я привыкла это наблюдать, но я-то знаю, что у меня муж пьянчуга, я-то знаю, что он проигрывает, я-то знаю, что он меня игнорирует, я же знаю, что он меня не любит, я знаю. И мир всё время это подтверждает, подтверждает, подтверждает. Я чувствую, что он такой, и эти чувства, ну, проявляются. Но сколько ты, блин, сядешь и спросишь, а почему, я так знаю, ну, опыт, хорошо, но опыт же и складывается из точки здесь сейчас, начинаешь её вкладывать, ну, в уме, а интересно понаблюдать и рассмотреть в муже что-то другое. А может, он всё-таки не такой козёл, а может быть, блин, он вот такой, а вот такой, начинаешь наблюдать хоп-хоп-хоп-хоп, реальность меняется, блин, тут же. Ну вот слушай, кстати, вот я видел твоё высказывание, женщина может занять точку обзора на мужчину, что он богат и счастливый, здоровый, и каким она его видит, таким он и будет. Это про это. И мужчина может занять точку обзора. И ребёнок. И мужчина тоже может занять? Да. Ну, я женщина, я тебя писала. Я понял. Ну вот, а как подробнее сделать, вот ты начала об этом говорить, как поменять, ну, как по-новому взглянуть на то, что вот я вижу ежедневно, то есть подойти к этому предмету, рассмотреть его всё-таки как-то с другой стороны, вот как, как, вот скажи. Я живу с мужем там 10 лет, он вот козёл пьёт, трапа-та-трапа-там. Но вспомните, когда мы с ним познакомились, какой он был. Он был такой красавчик, он такой умничка был, он мне подарочки дарил. Ну, было же это, было. Обратите на это внимание, ну, рассмотрите это. Ну, есть подтверждение материальной действительности, уже опыт был такой, ну, просто начинаешь его рассматривать, автоматически попрос внимания смещается, да. Смещается. Ну, не ты уже там его обеспечиваешь, а он же где дарил подарки, да, не такой же он херовный, да, блин, есть же в нём вот такое, ну, рассмотреть, интересно понаблюдать, как сейчас он опять так проявится. Хоп, звонок в дверь, и он с подарочками трезвый стоит. Ну, так только, когда ты себе разрешил не сдать, ну, я-то знаю, какие дети должны быть, я-то знаю, какой муж должен быть, он должен быть хороший, он должен быть. Я знаю, вот это я знаю, мы включаем. И тут случается, и тут случается волшебство в этот момент, да, когда вот отпускаешь этот момент. Да. Мы привыкли за всех всё знать, и за себя ещё всё знать. Но мы убоги только тогда, когда не знаем, и то волшебство творится, когда, ну, я не знаю, неинтересно. Вот этот интерес, это и есть тот импульс, толкающий человека жить в потоке, по энергии. Что такое поток? Поток — это когда ты не прикладываешь никаких сил, и события цепочки складываются как по массу круто. Да. Вот, я сейчас возьму, вот импульс, я его положила, вот по импульсу толкнула, и он покатился сам. Видишь, да, вот он? Покатился сам. То есть, сила, которая его толкнула, ну, как бы, это импульс интереса, как он там покатится. А дальше он катится сам. То есть, никакая сила на него уже не воздействует. Вот так же человек, если у тебя есть интерес, блин, интересно это помогать, я ни хрена не знаю, почему я решил, что я опыт свой, как здравствуй, град, и не наступает, я не постоянно должен повторять. Зачем? Можно же по-другому. Как только появился интерес, узнать по-другому. Все. Ты начинаешь катиться сам, и не сопротивляясь, не борясь, любому чувству говорим, да. Прикинь, мы с тобой одновременно сказали все. Все, да? Синхронно. Мы сказали все синхронно. Слушай, вопрос, который мне заранее прислали, что делать, когда все желания уже исполнились? А все желания уже исполнились? Они уже исполнились. Ну, вы что-то делаете? Да. Так, как поднять уровень вибраций? Какие есть способы? Вибрации. Это специально такой уровень вибраций. Как мы знаем, но во всех этих теориях, все теории классные, все слова классные, все вот эти правильные, неправильные техники, не техники, это все, конечно, классно, но нахрена они вам нужны? Будьте вот здесь и сейчас, и наплетайте в этот мир с открытыми глазами. Ну, кайфуйте сейчас, но вам сейчас все чувства, и любовь внутри вас, и радость, и кайф, и оргазм, все вот прямо сейчас можно получать. Просто обратите на все внимание, и нахера вам ходить и постоянно что-то придумывать, какую-то технику на месте. Ну да, согласен. И как раз распаковка пойдет вот из этой точки сборки. Да, проще, еще проще. Вообще ничего не делать, начать кайфовать. Вот по импульсу я хочу пить. Вот. Спасибо, попила. Блин, такая радость, боже, это зато, вот, да. Слушай, я как раз сейчас, знаешь, что вспомнил, у Сергея брала интервью, Нелли, землянская, когда ты к нему приезжала, вот, и он такой, вот то же самое, то, что ты говоришь, говорит, испытать радость. Ну, сейчас вот, например, я хочу, и раз, херак так в этот бассейн упал такой, вылез такой, ну, вот я просто хотел сейчас окунуться, я теперь довольный, говорит, давай, продолжай дальше, что там хотелось спросить. Радость испытывать можно от любого, вообще есть искусственная радость, да, которую мы, типа, внешними источниками пытаемся заменить внутреннюю. То есть мы думаем, что мы поели, мы получили радость, а занимались сексом, получили радость, надели классную шмотку, получили радость, но это внешний заменитель внутренней радости, внутренняя радость, которая, ну, вас бомбит реально, которая дает этот спрос, любовь, энергию, блин, слово энергии, очень нравится, исключаем, или обратно, ладно, не важно, дает осознание причинам вот этой следственной связи, каким желанием, блин, ты это создал, каким чувством ты это запаковал, вот эту материальную действительность, то есть вот это чувство, я нифига не знаю, как это родилось, вот любое осознание приводит к радости, любое чувство, которое не подавило рассмотрел, приводит к радости, то есть внутренняя радость, она всегда внутри, только в одном моменте, когда ты обратил внимание, все, Сергей, ну, Сергей тогда не бассейн порадовал, а то, что Сергей обратил на себя внимание, когда его порадовало, а потому что он просто кайфанул, глядя на себя, а еще обратил на себя внимание со стороны, чтобы все люди обратили внимание, я сейчас кайфанул, вот я чаю попил, ты чувствуешь этот офигенный вкус чая, да, ну классно, ты чувствуешь чай, слушай, Нель, скажи, пожалуйста, а как одновременно, вот быть в себе, отслеживать в себе, вот это вот нахождение в моменте, и взаимодействовать, и при этом не потерять вот эту связь, вот, внешний мир это ты проявленный, внутреннее это непроявленное чувство, когда ты, фокус внимания на этом чувстве, оно проявляется вовне, то есть все эти образы, картинки, которые красивые нам ум рисуют, это угноуплотненная форма непроявленного нашего чувства, то есть желание это букет чувств, правильно? Антиматерия, если еще вообще с других сторон проявляется вовне, если ты это вовне видишь, как свое проявление, то есть это ж твое продолжение, это ж ты, ты не внутри, ты снаружи, то тогда, видя вот этот стакан, хорошо, вообще зайду по-другому, давай, чувствую стакан, да, я стакан чувствую, да, а стакан что чувствует? Он, наверное, ничего не чувствует, ага, а есть ли еще подумать, что я чувствую, кто знает, прямо в эфире, многие знают, напишите, что Нелли чувствует сейчас, ну, ты чувствуешь себя сейчас, я чувствую, когда я трогаю стакан, я чувствую себя, внутри меня чувства определенные, если я обращу внимание, щупая стакан, что я чувствую, щупая стакан внутри себя, я с этим стаканом единое целое, в это время у меня радость, потому что я со своим внешним мирозданием сливаюсь, слушай, круто, стакан, это мое продолжение, это продолжение моего тела, я не стакан чувствую себя, я есть стакан, я проявляюся в форме стакана, но внутри меня, вот это чувство, я глазами на него смотрю, я чувствую тоже, я могу чувствовать не только руками, я могу чувствовать глазами, и все, что я вижу, зрение, ну, не вовне, а внутри меня я это вижу, стакан внутри меня, блин, потому что то, что я вижу, я вижу внутри, в голове, в башке, мы и там, а если он еще бы имел запах, я бы чувствовала запах не в стакане, ну, там, не в яблоке, а внутри меня, а музыки, ученые доказали, не существует вовне, она только в голове, и звуки все, они в голове, это все доказано, послушай, это 8D музыку, слушал? Какую 8D? Билли Алиш слышал, да. Послушай их много, музыка внутри, а, что я про ученых-то говорю, этот, Юнг и Фрейн, они давно в этих книжках написали, звука во внешнем нет, вот эта волна, она внутри, в голове, дело в том, что вовне ничего вообще нету, мы во всем, и мы чувствуем разными органами чувств, причем мы можем закрыть глаза, и представить какого-то человека, и почувствовать этого человека, но мы не человека чувствуем, мы себя внутри чувствуем, то есть мы можем ментально соединяться с любым мирозданием, с каждой клеточкой нашего тела, и полностью прочувствовать себя. Мы всегда чувствуем себя. Никому не можем чувствовать. Ничего во мне нет. Чем бы мы не соприкасались, мы всегда чувствуем себя. Если ты понимаешь, что ты соприкасаешься и чувствуешь внутри своего тела это чувство, либо видя соприкасать, мы можем соприкасаться глазами, душой, телом, глазами, ушами, носом. На курс попробовать. Мы каждый раз внутри себя это чувство чувствуем. Ты можешь встретиться со всем миром и стать Богом. Ну, просто потому что исчитывать любую информацию будут величать... Нель, супер, смотри. Да, это понятно, смотри. Второй момент. Чувство, которое ты испытываешь, идентифицируй, это все понятно, но взаимодействие, например, с другим человеком посредством слов идет, да? Ну, как тимпором. Это уже внешнее проявление. Как не потерять, опять же, вот эту связь, когда ты начинаешь что-то говорить ему, чтобы это ощущение самости, которая в тебе находится, не потерялось? Я как-то смотрю и с другими клетками своего головного мозга. Я сама с собой сейчас делаю рефлексию. Я каждое слово свое фиксирую. Я понимаю, о чем я говорю, и у меня эти чувства вот там уже, знаешь, как бурлят. Но это просто тренировка. Сначала потренируйтесь хотя бы на стаканах, на яблоках и на апельсинах. Вот. Потом до людей это дойдет. Очень сложно, ну, прикинь, общаться со своим зеркалом. Но можно на отражениях еще потренироваться. Я с тобой разговариваю, то, что ты мне говоришь, я себе это говорю, я понимаю, что я себе это говорю. Я это фиксирую и прям чувствую, что я себе это говорю. Я чувствую, что вот мы с тобой вообще одно целое. И я чувствую каждого человека здесь в прямом эфире как единое целое. Я настолько чувствую, что я могу сочетать эмоции у каждого человека, потому что она моя внутри. Вот все, что я чувствую, все, что я сейчас о себе скажу, выдам в прямом эфире, и каждый скажет, нифига себе, ты что там, телепатию, задеваешься, ну, ванга, что ли, откуда ты мои мысли прочитала? Я могу почитать свои мысли, потому что они мои. И я могу настроиться на тебя и прочитать. Ну, скажите, ты это развивала в себе или как тебе это пришло? Знаешь, вот все вопросы о прошлом, да, так же, как и в будущем, всегда у меня вызывают недоумения, я пока не знаю, как их поработать в себе, чтобы не удивляться, почему я задаю себе все время неоднократно этот вопрос. Из точки здесь и сейчас идёт моё рождение. Вот она, точечка, вот она я. Вот будущее, вот прошлое. Вектор будущего туда, будущее, вектор прошлого тоже в будущее идёт, потому что рождение в точке здесь и сейчас начало. Не очень непонятно, ну, как бы у меня всегда так было, понимаешь? Дело в том, что в этой точке начало прошлого. Наше прошлое находится в будущем. Понимаешь? Наше прошлое находится в будущем, не совсем понятно, объясни, если сможешь. Наше прошлое рождается из точки здесь и сейчас. Вот точка здесь и сейчас каждый миг становится будущим. или в прошлом. Да, в прошлом. А прошлое будет, оно в будущем. Блин, где же я здесь и сейчас? Если ты находишься в точке, то как может прошлое идти в эту точку, если только здесь и сейчас рождается всё? Вот это будущее, вот это прошлое. Ну, оно туда не идет, да? Ну, если оно где-то там, значит, оно в будущем. Прошлое сейчас. Ладно, это для мозга очень крушновато. Согласно. Я почему... Знаешь, вот такой момент. Я когда готовился к эфиру, я стал смотреть те видео, которые меня в своё время как-то зацепили, и я их не мог находить. Вот, наверное, это вот одна из таких вот основополагающих тенденций, да? Вот то, что ты как бы, ну, подчищаешь то, что тебе не нужно в прошлом. Ну, то есть, оно тебе, не то, что не нужно, оно тебе каким-то образом, ну, уже не актуально здесь. Вот я видел... Информация грубая. Устаревает момент его получения. Оно встроилось в тебя. Я впитала водичку как в комнатной рассеянке, и всё, оно там, всё уже. Нет дальше. Что цепляться за прошлое, которого нет, которое мы придумываем из точки здесь сейчас согласно шаблонам нашего мышления. Это прошлое меняется триллиарды раз в секунду. И если мы поменяем хоть какой-нибудь один маленький шаблончик, осознаем какое-то своё мнение, за которое мы долго так держались, плен, и осознаем абсурдность вот этого мнения, прикиньте, 7 миллиардов людей и у каждого своё мнение на эту точку зрения. Как только вы понимаете, что, блин, ещё есть столько вариантов, капец, бесконечное множество, чего я за ней держусь. Рассмотрели, увидели, уже патрик создания поменялся, но картина мира уже другая совершенно, она поменялась, с одного патрика поменялось всё. И поэтому, какой смысл вот это прошлое подтягивать всё время одно и то же. наш мир вообще статичный. Каждый кадр следующий чуть-чуть видоизменяется для нашего мозга. И мы постоянно подтягиваем из прошлого «я знаю», «я знаю», это каждый партик подтягиваем, чтобы он повторялся. Но если мы разрешим себе не знать, мы не будем его тащить. Но мы посмотрим в прошлое из разных вариантов событий, которые одновременно находятся. Понимаешь, это квантовая физика, я забыла, как там в теории называется. По-русски это многомерность реальности. Одновременно как слоёный пирог находится всё. Мы вообще просто скачем манячим, блин, одним квартом по всему реальности. Интерстеллар. В общем-то. Да. Смотри, тут вопрос прилетел, вот не знаю, я правильно его передам или нет. Когда ощущаем внутри, как получить, когда ощущаем внутри, как получить снаружи. То есть там пропинание стоит. Когда ощущаете внутри, вам снаружи это не надо. Если вы понимаете, что мир это просто голограмма ваша и образы ваших желаний всего лишь для того, чтобы как подсказки вам подсказывают, какие чувства вы хотите сейчас испытывать. но если вы чувства начинаете испытывать, вам нахер это не надо во мне. Все. Точка. Это называется принятие. Мне ничего не надо, я и так все получил. Я это хочу ради чувств, но если я сейчас чувствую, это себе даю, нахер на мне. Все, не надо. Но если вам еще продолжается хотеться этого, значит, вы эти чувства себе еще не дали, не рассмотрели, не увидели. Значит, не все вы получили, то, что вы хотите получить в данный момент, но вы хотите чувствовать, а не получать внешнее. Но чувства дали, все, внешнее вам не нужно. Ну, априори, как бы это парадоксально не случалось, когда нахер не надо, вы себе это дали, оно вовне сразу но только после того, как вы отключаете вот это вот ожидание, предвкушение и так далее, когда оно не надо вам. Оно просто продолжение в вас, как бы продолжение. Вы внутри себе это дали, вы это получите. Очень хорошо, это мы семь часов рассказали в фильме про деньги. Круто. Слушай, я уже не смогу отследить, когда у нас закончится эфир, потому что мы позже начали. Ты можешь? Можем, да? Да. Ну, супер, слушай, все тогда. Мне с тобой приятно пообщаться, вернее, с самим собой. Очень классно. Я сейчас время провожу, такой сижу, общаюсь с самим собой. Ты сейчас можешь, блин, заготовил наконец эфира, но тем не менее, можешь сейчас пожелать нашим зрителям, себе, в том числе, или в первую очередь, вот, в это время, которое считают многие сложным, но тем не менее, я считаю, что это какое-то мощное время, которое дает очень хорошие возможности. постоянное время, у нас сейчас перестройка идет ни и внутреннего, и внешнего. Вот пожелай, пожелай нам, себе, себе, и вот тем, кто сейчас в чате, какие-нибудь слова хорошие, вот скажи от себя, что ты хотел донести. Я желаю себе делиться, чтобы умножаться, и каждому желаю делиться, чтобы умножаться. Всем делиться, чувствами, эмоциями, проявлениями. А, делиться. Потому что у слова делиться есть несколько значений. То есть делиться, тын-тын-тын-тын делиться. Плетка делиться становится больше. Это расширение. Любое делиться, это расширение. Круто. Да. И поэтому, короче, всем желаю расширяться. То есть наше тело, Бога, чтобы его познать, нужно познавать себя через других, ну, и идти дальше, дальше, дальше расширяться. Угу. Слушай, здорово. Мы сейчас выйдем в эфир, или это будет потом? Не, мы сейчас выйдем, давай, если нам сейчас напишут, сто плюсиков, то мы сейчас выйдем на второй час, тогда пойдем. Плюсики напишите нам. Выходить нам сны, или сейчас? А вы можете там выходить? Напишите, пожалуйста. Да, нет, плюсик. Да, нет, не знаю. Да, нет, не знаю. Меня нет. Я здесь. Вот такое. Напишите. Скажи, пожалуйста, вот я выложила, ну, пока там люди пишут, я выложила в сторис, что я с тобой буду разговаривать в твоем аккаунте. И, короче, вся моя аудитория, которая нам пишет, я ее знаю, я люблю, они все в моих чатах находятся, там курсы приходят, видяшки смотрят, комментируют, мы общаемся все время. Вот, они сейчас здесь. Ну, моя аудитория лояльная, все 6 тысяч человек, нету левых вообще. Я просто в шоке. А твоя аудитория лояльная вот к этим новым странным информациям? Слушай, моя аудитория, честно говоря, была заточена немножко под другой аккаунт, под именно вот проведение мероприятий про музыкальные все дела. Вот. Но я почему-то начал проводить прямые эфиры, вот мне как-то вот это начало нравиться, начал находить интересных людей. Вот. И, соответственно, ты у меня седьмая уже сейчас. Вот. Неспроста я тебя всегда позвал тоже. И когда после анонса, который ты опубликовала себя, мне уже 100 человек подписчиков добавилось. Спасибо вам, спасибо мне. Это не предел, это не предел. Вот сейчас я с Олегом выступала, там, Шабалин, не знаю, да его, наверное? Олег? Шабалин. Шабалин, на что-то знакомый в камере. Вот. К нему тоже сразу 300 человек. Прыг. Потом, ну, как бы с кем я общаюсь, всегда моя аудитория переходит, ну, если я с интересными людьми общаюсь, вот, прыг. Вот, с Лизочкой сейчас пообщалась, она открывает голос, к ней тоже прыг. Вот, я люблю свою аудиторию знакомить с интересными людьми. Слушай, здорово. Смотри, у нас сейчас эфир заканчивается, мы с тобой еще раз зайдем, да? Да, давай, сохрани. И дай мне две минутки, я вот буквально кофе на дню. Хорошо. Друзья, не расходимся, буквально через 2-3 минуты приходите еще раз, мы продолжим с Нелли общение. или сами с собой, кому как нравится больше. Не расходимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!